Креативный подход в ритуальном деле. Омское похоронное агентство сделало лица умерших знаменитостей своим рекламным брендом. Образы Любови Полищук, Жанны Фриске с датами рождения и смерти теперь красуются на надгробиях. Предприниматели уверены, кощунства здесь нет, а родственникам знаменитости и их поклонникам должно быть даже приятно. Светлана Елавнарова продолжит. Любовь Полищук, Жанна Фриске, Сергей Бодров и Владимир Высоцкий. Теперь они рекламные лица Омского похоронного бюро. Звучит кощунственно, но надгробие с изображениями артистов, датами их рождения и смерти стоят прямо на входе одного из магазинов сети. К примеру, надгробие, как у Любови Полищук, продается 20 тысяч рублей. А могильная плита, на которой изображена недавно умершая от рака Жанна Фриске, ведется скидкой всего за 13 тысяч. Использование имени и образов звезд работники нарушением закона не считают. Это все равно умер. А на Вонске похоронен Полищук? Да нет, конечно. Другие филиалы похоронного бюро украшают вывески с изображениями этих же надгробий. Использовать портреты артистов для новой акции решили месяц назад. По словам сотрудников, художник, что их наносил, сам выбрал героев для рекламы. В магазине искренне удивляются вниманию СМИ и уверяют, почившие звезды внимание покупателей привлекают даже лучше, чем живые. Вот именно такие заказывают. Вот именно такие? Да. Больше стали продаваться, да? Да. Да, 30-30 лет. Умер такой же, как крышки. Но у родных артистов так и не спросили разрешения на использование портретов. А это нарушение закона. Они вправе потребовать убрать надгробие с изображениями их близких. Более того, имеют право на компенсацию морального вреда. И, вероятно, требования в исках будут начинаться с десятков миллионов рублей. Этим летом похожий случай произошел в Новосибирске. В местном салоне ритуальных услуг изготовили памятники с портретами Ростислава Плята и Фаины Раневской. Когда фотографии памятника увидели их бывшие коллеги в театре имени Моссовета, возмущению артистов не было предела. Ничего более пошлого и непримиримого к этим двум великим артистам придумать было нельзя. Поэтому, когда мы сейчас увидели в театре, на что используют эту фотографию, повторяя, используя и нарушая законы авторских прав. Эта фотография принадлежит театру. Но омским предпринимателям жалоб пока не поступало. После огласки в СМИ они лишь убрали снимки над гробей с интернет-страницы. Изымать могильные плиты не планируют до последнего. Как и отказываться от прибыли, которую приносит такой пиар на костях. Светлана Еловнарова и Константин Демиденко. Новости здесь, Омск.